Отвечает Григорий, папа города Рима. Через сколько дней может женщина войти в церковь после того, как родит? Из Ветхого Завета тебе известно, что если следует воздерживаться от этого в течение 33 дней, если у нее родился мальчик, и 66 дней, если родилась девочка. Однако это следует понимать иначе. Ведь если бы она вошла в церковь хотя бы через час после родов, возблагодарить Господа, она не совершила бы греха, ведь греховны удовольствия плоти, но не ее муки. Сношение происходит в удовольствии, а роды совершаются в муках. Потому и сказано было первой из матерей, «В болезни будешь рожать». Если же мы запретим родившей женщине входить в церковь, то сочтем ее наказание за грех. Ничто также не должно удерживать тебя от крещения родившей женщины или ее ребенка, если им угрожает смерть, хотя бы это было в самый час ее родов и его рождения. Ибо если милость Святого Таинства равнодается всем живым и здоровым, то тем более нужно без промедления даровать ее тем, кому угрожает смерть, и с боязни, что выжидая более удобного времени для приуготовления к Таинству Воскресения, мы можем вовсе не дать их душе воскреснуть. Ее же муж не должен приближаться к ней, пока дитя не отнято от груди. Кроме времени после деторождения, женщины не могут вступать в сношение со своими мужьями во время месячных, и священный закон велит даже карать смертью всякого, кто приблизится к женщине в это время. Вопрос Августина. Могут ли двое родных братьев жениться на двух сестрах, семья которых им не родственна? Отвечает Григорий. Такое допустимо, поскольку в святых речениях нет ничего, что запрещало бы это. Вопрос Августина. До какой степени родства могут верующие вступать в брак, и можно ли жениться на мачехе, либо на невестке? Отвечает Григорий. Верующие могут жениться лишь на родственниках в третьем или четвертом колене, а те, о ком сказано выше, не могут жениться ни в коем случае. Жениться на мачехе — смертный грех, ибо сказано в законе, наготы отца твоего не открывай. И хотя это не нагота отца, но сказано, и будут два одной плотью. Поэтому тот, кто открывает наготу мачехе своей, открывает тем самым и наготу своего отца. Потому же запрещено жениться на жене брата, ибо в предыдущем браке она была одной плотью с братом. Из-за этого принял смерть Иоанн Креститель, которого не понуждали отречься от Христа и обезглавили не за исповедание Христа. Но Христос сказал «Я есмь истина», а Иоанна казнили за истину, значит, он пролил кровь за Христа.